всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня необычный выпуск назову его дегустационный некоторое время назад на канале вышел ролик про купаты которые мы снимали во время телемоста с москвой общались с хозяином магазина ем колбаски в процессе приготовления мы спалом обсуждали разные вопросы и и он интересовался рынком купата образных колбас испании и я как мог на пальцах ему все рассказал вчера зашел в магазин и в очередной раз разглядывая прилавка смертной продукции и решил что лучше один раз увидеть чем сто раз услышать как видите в маске хожу у нас положено ну вот направо короче таких колбасок посмотрим что получится ну и вот все это безобразие сейчас передо мной лежит сейчас подробно все разберем я пока углерз к сигарю это организа как видите состав свинина вода рисовая мука соя соль короче и много сего но ей скей естественно есть 331 есть 300 и 226 этот набор прям так называется для барбекю здесь опять же на лаганиса свежая здесь лаганиса со шпинатом и здесь есть алгорница роха но это лаганиса из мяса иберийской свиньи набор не мясных ингредиентов здесь тот же самый и сои также присутствует и крахмал И ешки в таком же наборе. Короче, полный натюрморт. Да, собственно, во всех колбасах, которые я здесь покупил, такой набор присутствует. Именно поэтому, несмотря на то, что все прилавки завалены разнообразной продукцией, я готовлю дома колбаски самостоятельно. Дело даже не в ешках или не в сои. Дело во вкусе. Испанцы, наверное, к этому и привыкли. Но на мой вкус это можно назвать в лучшем случае съедобной продукцией. Но уж никак не очень вкусной. Ну, чтобы сгладить уже мне понятные негативные эмоции от магазина колбасок, я купил шпажки с шашлычками. Здесь индейка со сладким перцем. Здесь курятина со сладким перцем и с прослойками куриного жиржира. А здесь просто курятина со специями. Такие шашлычки я еще ни разу в магазине не покупал. Про вкус ничего сказать не могу. Собственно, сегодня узнаем. Ну, а чтобы уж точно сегодня себя порадовать, купил еще и просто мясо. Баранина на ребрышках. Видите размер косточки и количество мяса, да? Сразу понятно, что барашек был совсем маленький. Ни разу не видел в продаже в Испании баранов нормального размера. Все время на прилавках какие-то котята лежат. И кусок говядины. Тоже тонко отрезанный шмат. Безобразие, короче. Ну, что есть, то и буду готовить. А на гарнир просто подпалю вот эти перцы. Красивые, правда? Так что сегодня на канале просто мясо и просто овощи. В конце концов, этот долбанный ковид не вечно. Когда-нибудь этот карантин закончится. Все начнут ездить в отпуска. Может быть, вы приедете в Испанию. И к этому моменту уже будете знать, что стоит, а что не стоит покупать в здешних магазинах. Угни между тем уже раскочегарились. Пора высыпать их. Чтобы к решетке ничего не приклеивалось, ее нужно сначала как следует раскалить. Потом очистить металлической щеткой. Потом смазать маслом. И только затем выкладывать продукты. Быстренько пробежимся по колбаскам. Это ланганисы и берика с иберийской свиньей. Это тоже ланганисы. Это, соответственно, с красителем и с паприкой. Это с зеленью. Это просто с пряностями. Ну и перец. Колбаски маленькие совсем. Готовы будут просто моментально. Они горят. Сейчас перец подпечется. Шкурку можно будет частично снять. Будет такой классный аромат дымка. Единственное достоинство в таких колбасках, на мой взгляд, это простота. Не нужно ничего готовить. Если вы собрались с большой компанией провести время в специально отведенном месте, где-нибудь в парке, за барбекю и готовить омлень. Вот в своем парке, где есть организованные мангальные места, столы. Как видите, полиция по случаю ковида все тут перекрыла, закрыла. Но в обычное время доступ вполне есть. И вот представьте, большой компанией приезжаете вы в такой парк, в такое место. Кладываетесь. Никому ничего готовить не надо. Я имею в виду, заранее подготавливаться. В супермаркете набрали всяких таких вот колбасок и прочего. Уголь с собой привезли, раскочегарили. Приготовили, стрескали все. Мусор выбросили, благо мусорки там есть. Все довольны. Еда, конечно, так себе. Но если цель не вкусно пожрать, то просто пообщаться на природе с мангальчиком, с дымком, с пивком. То самое оно. Ну что, надо пробовать продукцию. Взять, так сказать, все риски по поеданию на себя. Так, ну начну я с самой обычной этой розовой колбаски. Слышите шум, да? Соседи затеяли ремонт. Целый день сегодня грохочут. Дико соленая. Так себе. Вот серьезно, так себе. Так, вторая колбаска. Теперь по красной. Которая типа чириза-фреска. Ну она не чириза, лонгальдис в данном случае, но состав как у чириза. Паприка чувствуется. Состав тоже так себе. Это вот поинтереснее за счет паприки. Но тоже ничего особенного. Это по типу как раз тех упад, которые я делал. Только, конечно, далеко не та. По соли то же самое. Они, видимо, в расчете на то, что пивом народу будет запивать эти колбаски. На консистенции тоже очень плотная такая, резиновая. Не то. Так, ну и последняя на сегодня колбаска. Это из иберийской свинины. Ну-ка. Под занавес самая приличная колбаса. Это, конечно, не домашняя, но из всего, что я сейчас попробовал, это однозначно лучшее, наверное. То есть вот такую брать, ну да, можно, если вы лените самостоятельно приготовить. Заполировать колбаски нужно зелененьким перцем. Классный. Я люблю такой перец. Когда он слегка подпекается, шкурку, вот эту горелую снимаешь, под ним легкий аромат дымка. Такая мягкая, классная, насыщенная мякоть. Прям супер. Перед закладкой шашлычков надо решетку еще раз очистить. Будем надеяться, что они будут получше, чем колбаски. Кстати, напишите в комментах, понравилось ли вам такое место, какое я вам только что показал, и есть ли подобные специально оборудованные места в вашем городе. Очень интересно. Шашлычки маленькие будут готовы моментально. У меня тут, кстати, вторая пара зиуля поспевает. Говяжий стейк и баранину я буду готовить вот здесь. Шире углы не видно же будет. Здесь принцип тот же. Сначала даю как следует разогреться решетке, потом чищу ее металлической щеткой, потом смазываю маслом, и только потом на чистую раскаленную решетку, смазанную маслом, выкладываю продукты. Так, ну а сейчас давайте по шашлычкам пройдемся. Так, начну с курицы, которая в специях, маленькие шпажки. Прикольно. Ну, куриная грудка, не чрезмерно много специй, соли, она мой взгляд многовато. Так, это тоже курица, причем курица с прослойком куриного сала, куриного жира и перца. А вот это поинтереснее, прям интереснее. Так, ну и по индейке пройдемся, которая тоже с перцем зеленым. А вы знаете, вот этот вот шашлычок с индейкой, я бы и сам такой приготовил, мне прям понравился. Хорош, годная штука. Значит, мой выбор пока из всего опробованного, это, если из колбасы играть, то вот это вот из аберийской свинины, из шашлычков, вот эти вот маленькие палочки куриных шашлычков со специями. Ничего особенного, но нормально. И вот это из индейки, вот из индейки прям хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Баранина явно быстрее приготовится, она же тонюсенькая совсем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Такое мясо нужно есть, не отходя от мангала, чтобы не успело остыть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понятно, что стейку надо дать полежать под фольгой минут 5-7. Предоставлю ему такую возможность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А себе предоставлю возможность освежиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая вкусная баранина, на мой взгляд, конечно, это молодая, некоторая еще розовая на срезе должна быть. Потому что чуть-чуть ее передержишь, чтобы она серая стала, она становится абсолютно не сочной уже. Вот такие полфабрикаты я люблю. Это, на мой взгляд, гораздо лучше всяких магазинных шашлычков, колбасок и прочего. О, чудо! Это, конечно, безобразие. Так тонко отрезанный стейк. Вот, смотрите, он на срезе уже галимый вэлдан. Безобразие. Нет. Надо самостоятельно просить не готовую нарезку, а просить, чтобы нарезали в магазине. В нем и близко нет, к сожалению, того самого сока розового, который я так люблю. Поэтому любителям вэлдана это, наверное, войдет. Ну, вот баранина, на мой взгляд, это вообще идеальная штука. Как семечки. Слегка побелел с одной стороны, перевернул, побелел с другой стороны. И надо, скорее, есть, даже не обращая внимания на то, что косточки кое-где еще остались розовые или даже красные. Костки-то мы не едим. Короче, я вам показал, какие бывают полфабрикаты в Испании. Я надеюсь, что вы, ну, если не попробовали, то хотя бы увидели, что, и осознали, что, наверное, готовые колбаски, они да во всех странах мира, везде не фонтан. Поэтому колбасу лучше готовить самостоятельно. А вот такую нарезочку быстренькую берем и готовим. Огромное спасибо за компанию. Налепите мне дизлайков за то безобразие, которое сегодня увидели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok